В субботу избранный главарь Орехово-Зырского городского округа Геннадий Панин провел рабочую поездку в городе Ликино-Дулёво. В ходе встреч с жителями поступало много обращений с просьбами благоустроить придомовые территории и установить дополнительные детские площадки. Вместе с депутатами Геннадий Панин совершил пешую прогулку по микрорайонам, пообщался с жителями, после чего были приняты решения. Увидеть такую деликацию утром в субботу стало для многих жителей неожиданностью. Не каждый день удается вот так неформально пообщаться с главой округа и обратиться с просьбой. Там была площадка, снесли. Окол дома была такая маленькая, тоже снесли. Вот ходили, когда была встреча первая, да, вот перед выборами, сказали, что вот в ближайшее время рассмотрите этот вопрос. Потому что она необходима не только нашему дому, но и в ближайшему всему микрорайону. В микрорайоне ЛЯЗ действительно существует проблема нехватки детских площадок. Из-за несоответствия с стандартом во многих дворах они были демонтированы. А два игровых комплекса в сквере и у спутника слишком мало для такого большого микрорайона. В сквере физически невозможно ее расширить, из-за того, что там коммуникация проходит. Здесь самое как бы оптимальное место. И глава сам увидел своими глазами и как бы поддержал. Решение об установке здесь большого игрового комплекса по программе губернатора было принято на месте. В следующем году он здесь появится. Плюс расширит парковочное пространство в ближайших дворах. А это двор на улице Коммунистической. Здесь решено установить дополнительный внутриквартальный игровой комплекс по губернаторской программе. Более 500 квадратных метров по площади с зонами для детей разных возрастов. Мы были месяца два назад у губернатора на встрече в составе нашей компании при посещении губернатора. Была президент организации многодетных, наша Марина, которая является членом общественной палаты. Она подняла вопрос, конечно, о высоком спросе, особенно по Ликино Дулева, губернаторских детских игровых площадок, внутриквартальных. Губернатор дал поручение, что действительно найти возможность и дополнительную площадку дать. Вместе с коллегами, с депутатами во время избирательной кампании выявили, что здесь особый спрос был в этом микрорайоне. В ближайшее время здесь делают резиновое покрытие, установят освещение, а также камера видеонаблюдения, которая подключит к системе «Безопасный регион».